Еще раз здравствуйте и я приветствую вас на нашем семинаре. Меня зовут Шульга Елена Александровна. Я бизнес-тренер, сертифицированный практик, сертифицированный executive coach. И последние 15 лет я занимаюсь как раз развитием руководителей от самого структурного звена до топ-менеджерского состава. И этот вопрос касаемо внедрения KPI, он на последнее время очень остро стоит. Я его слышу везде, даже включая телевидение. Совсем недавно Владимир Владимирович отдал приказ на указание на места, чтобы везде внедрили систему KPI. И вот что же такое KPI? И, ну, в первую очередь вы заметили, что ходит именно система сбалансированных показателей, да, что это такое в принципе, да, хочу разобраться сегодня именно на вебинаре. Ну и для тех, кому это будет архиважно, соответственно, затем встретимся уже на непосредственно курсе тому, кому нужно будет это отработать. В настоящее время, как я уже говорила, я практик, и в настоящее время у меня собственный бизнес. И все, о чем я буду говорить, это, можно сказать, выстраданные и у себя в бизнесе, и коллегам, которым помогало. И, конечно, я буду базироваться все-таки на той теории, откуда взяла система сбалансированных показателей, в чем выгодность и какие есть плюсы и минусы, тоже это, конечно, обсудим. Глобально, о чем мы сегодня будем говорить, это как оценить вообще эффективность компании, начнем именно с этого, затем разберем с вами, чем полезна система с сбалансированными показателями для стратегического управления и почему нельзя выстраивать систему KPI снизу вверху. Итак, эффективность – слово, которое задается, наверное, постоянно, особенно учредителями, к топ-менеджерскому составу. И, соответственно, вниз по нисходящей любой руководитель вышестоящий хочет оценить, эффективно ли работает компания, эффективно ли работают сотрудники. То есть вот эту эффективность с разных сторон пытаются померить, разные есть вариации, как это можно померить. Мы все понимаем, что эффективность у нас страдает, много статистики такой, когда понимаем, что персонал у нас не настолько эффективен, потому что не настолько вовлечен, индексы вовлеченности и так далее и тому подобное, огромное количество. Но я бы хотела сейчас позадавать вам вопросы, а вы постарайтесь каждый для себя так несколько поразмышлять над теми вопросами, которые хочу задать. Вот первый вопрос. Есть ли у вашей компании прямая связь между стратегией и ее ежедневной деятельностью? Что такое стратегия? Ну, это некий план, причем это далеко не отсмартованная даже вещь, это такое видение, а чего мы хотим для нашей компании, где должна оказаться компания через, например, 5-10 лет. То есть стратегия – это некий долгосрок, куда движется компания, куда она должна прийти. Конечно, это не константа, потому что стратегия меняется в зависимости от окружающей среды, и это очень важно. Так вот, есть ли у вас такая связь, то есть то, что делаете вы ежедневно, насколько это связано вообще с той стратегией, которая есть. И возможно ли создать систему, которая установит вот эту связь между стратегией и ежедневной деятельностью? То есть можно ли так настроить работу персонала, чтобы все работало как часы, и все понимали, что эти часы должны привести к определенной точке? Понимает ли это ваш персонал? Вот линейный. То есть если у вас строительная компания, и вы как владелец нарисовали некую стратегию, некое видение, что компания через 10 лет должна находиться там, не знаю, может быть, долю рынка какой-то занимает, да, или что-то, то есть что вы хотите с точки зрения компании. Понимает ли ваш каменщик, как его работа ежедневная влияет на то, как двигается компания? Следующий вопрос. Соответствуют ли бизнес-планы подразделений стратегической концепции предприятия в целом? Хорошо, ну может быть каменщик не знает, ну может быть подразделения, может быть бригадир каменщиков знает. Применяете ли вы нефинансовые показатели? Ну такие объемные показатели, например, выработки, или производительность труда, удовлетворенность клиентов там, где услуги, или долю рынка, какие-то другие показатели нефинансовые для измерения, как раз эффективность и деятельность вашей компании. А существует ли планирование этих нефинансовых показателей? Можете ли вы определить главный финансовый показатель, по которому акционеры компании оценивают ее деятельность? Ну я не просто так вам задаю эти вопросы. Я действительно вам их задаю, чтобы вы немножко поразмыслили. Очень часто топ-менеджерский состав или учредители, которые являются не только учредителем, но и управляют, то есть и стратегические планы, стратегические цели ставят, и оперативные, оперативной работой занимаются, очень часто бегают вместе со своими исполнителями вместе в этом колесике, да, как вот белочки, и несколько отходят от стратегии, хотя основная мысль, без стратегии никакой оперативной деятельности не должно быть, но так по правилам. Я хочу немножко оставить эту тему для того, чтобы вы просто поразмыслили, да, а нужно ли вам что-то менять? Может быть и так все хорошо. Хочу кунуться в историю. Историю системы сбалансированных показателей, она на самом деле достаточно молодая, потому что появилась эта система только в конце 80-х, в начале 90-х годов. Как инструмент управления компаниями, которые очень динамично развиваются. Почему? Почему именно они? Потому что именно в то время, вот конец 80-х, 90-х годов, компании столкнулись с огромным количеством изменений. Если до этого можно было запланировать на пятилетку, к примеру, и особо ничего не менялось за эти пять лет, то есть совершенно спокойно запланировали, и все идет своим чередом, то в это время, в начале 90-х, во всем мире ситуация поменялась, и стала изменяться эта окружающая среда у любого предприятия настолько быстро, что тяжело стало пятилетками мыслить, а уж тем более на 10, 15, 30 лет это вообще стало проблематикой. И вот действительно некоторые отрасли стали стремительно сокращаться из-за того, что глобализация произошла, какие-то технические новшества, да, то есть огромное количество изменений, которым раньше компания просто не сталкивалась. И вот в конце 80-х годов гарвардские профессоры Роберт Каплан и Дэвид Нортон провели исследование. Исследования 12 компаний выяснили, что компании, практически большинство из этих компаний, слишком сильно ориентируются только на финансовые показатели, и больше ни на что. И исследования проводились, и возглавлялись они именно Дэвидом Нортоном, на сегодняшний момент он как раз занимает пост руководителя, и профессором Капланом, который был привлечен в качестве научного консультанта этого проекта. Что же обнаружили? Обнаружили, что в целях, общая такая тенденция, да, красной нитью, что в целях улучшения краткосрочных финансовых показателей производилось снижение расходов на обучение, на маркетинг, просто сокращали. Зачем нам отдел маркетинга? Зачем нам обучать персонал? Мы возьмем новых, мы возьмем обученных, да, вот там на рынке же много всяких людей, на обслуживание клиентов, то есть начал сервис страдать. И это все в будущем очень пагубно сказывалось на финансовом состоянии. То есть за то, чтобы компании стали уходить от стратегии, то есть перестали думать, как вот это причина, то есть отсутствовала причинно-следственная связь. Если мы вот это сейчас делаем, то есть мы порежем бюджет, например, на маркетинг. Мы пойдем протаренным путем и будем продавать по старинке, например, через там газеты. И не учитываем, что ситуация поменялась, сейчас люди мало читают газет, а сейчас раз, и наши финансовые показатели падают. А мы можем учить персонал, учить продажника, производственника, давайте лучшие окна, ну, например, мы производители окон. Почему не идет? Почему финансовые показатели падают? Да потому что все меняется. Если мы не будем изменяться, мы не будем видеть стратегию и выстраивать стратегию с точки зрения вот этой изменяющейся среды, мы не будем получать тот результат, который хотим. И Каплан Нортон как раз пришли к выводу еще одному очень важному, что сотрудники компании вообще часто не понимают свои роли в деле как раз реализации стратегии, не имеют мотивации повышать эффективность за счет этой стратегии. А зачем? То есть не выстроено, опять же, нет. Каплан Нортон, знаете, бывает даже не то, что ее нет. Миссия видения у многих компаний есть, но она не доводится простым человеческим языком до персонала. Ведь если вы хотите развернуть, если компания тем более большая, и вы доросли до того, что вы считаете, что нужно вводить KPI, то сначала нужно подумать о том, насколько у вас есть баланс в показателях. То есть если у вас стратегия, совмещенная с оперативным управлением, то есть стратегическое управление оперативное, да, оперативное – это вот здесь и сейчас, это в пределах года. Что вы будете делать? Насколько это связано вообще, взаимосвязано? И в качестве решения проблем была как раз разработана Нортоном и Капланом, разработана концепция системы сбалансированных показателей. Я думаю, что многие сталкивались как раз с системой, соответственно, слышали. И данную концепцию опробировали в ряде организаций. К концу 90-го года как раз подвели итог опроделанной работы. На основании полученных данных систему сбалансированных показателей признали уникальной системой, которая помогает интегрировать финансовые и не финансовые показатели деятельности в компании. То есть вот и то, и то. Обычно всегда циклилось только на цифрах. Ну вот, финансовые. И все. Больше ничего не волнует. Прибыль. Как ты будешь делать? Часто даже, ну вот в отделе продаж я слышу такую фразу, мне не важно, как ты будешь продавать, главное, чтобы был результат, хоть лежа на диване. Вот 30 лет назад это возможно было, сейчас нет. Так быстро все меняется, что если мы не будем обучать этот персонал, если мы не будем выстраивать стратегию, а как дальше, да, какие объемы, какая конкуренция, то есть огромное количество информации нужно перелопатить и выстроить систему, куда идти, не знает этот продажник. Вы ему сказали, лежа на диване, он будет думать реально, что лежа на диване он может продавать. Ну и в то время многие, и на сегодняшний момент, многие компании стали внедрять систему сбалансированных показателей, и это привнесло в эту систему еще и определенные изменения. То есть начали появляться новые методики построения системы сбалансированных показателей. И на сегодняшний момент вот на 100%, как вот авторы ее описали, применяют 20% ведущих компаний мира. Отдельные сегменты, то есть что-то вырвали из контекста, и это прекрасно работает. Вот, например, в Германии 98% компаний применяют некие методологии именно системы сбалансированных показателей. В Великобритании 83%, в Италии 72%. Могу сказать, что если говорить еще о компаниях, которые используют систему сбалансированных показателей, это Volvo, это Xerox, это Skoda, это Electrolux, British Silicon, Coca-Cola. И одной из первых компаний, которая внедрила систему сбалансированных показателей в России, является Северсталь. Какова же концепция? Естественно, Нортон и Каплан, когда начали все компании, те, которые заинтересовались, начали внедрять, они всегда держали руку на пульсе, и в тот момент им даже выпустили вторую книгу, и там они расширили концепцию, потому что за 10 лет применения как раз появились какие-то новые методики, как это можно, это было действительно интересно с точки зрения науки, исследовательской, менеджерской науки, науки управления. И они расширили эту концепцию стратегического управления организации, и результатом внедрения, как считают Нортон и Каплан, должна стать организация, которая ориентирована на выполнение стратегии. То есть фокус у нас, вижу цель, не вижу препятствий, помните, да, в фильме, как об этом говорилось. И на сегодняшний момент система сбалансированных показателей, динамично развивающаяся методика, она не закончила развиваться. То есть чем больше компании начинают ее применять, тем больше каких-то интересных нововведений рождается. То есть, ну, как бы, знаете, это эволюция этой системы, она эволюционирует, и все больше и больше ее начинают использовать и в России в том числе. И вот каковы элементы системы сбалансированных показателей? Во-первых, эта система позволяет очень четко обозначить стратегию развития и претворить ее в жизни. Только предупреждаю, что система никак не отменит саму стратегию. То есть все-таки стратегия у вас должна быть наперед, прописанная. Хотя я сталкивалась с тем, что люди, которые обращались ко мне с тем, что а можно ли я внедрю систему KPI, вот как руководители структурных подразделений, часто я отвечаю, можно, но не нужно. То есть все-таки эта система должна идти сверху, а не снизу. Вы сейчас поймете, почему, да, вот эту причинно-следственную связь. И если вдруг кто-то сейчас присутствует здесь на семинаре и вам дали такую задачу, вы не являетесь топ-менеджерским составом, то я надеюсь, вы как-то преподнесете эту информацию, проясните, почему без решения с точки зрения стратегии и без увязки KPI со стратегией результат-то получится не совсем тот, который, а может быть вообще не то, что не совсем, а может быть вообще не получится тот, на который ориентируюсь. Итак, какие же есть элементы? Ну, в первую очередь, мы должны определиться, как мы видим будущее нашей компании. Да, и вот сейчас мне в чате пишут, что наш руководитель говорит, что подчиненные должны предлагать ему решение всех проблем. Если это в рамках компетенции подчиненного, то тогда логично, но это никак не с точки зрения устраивания KPI. То есть, вот как мы видим будущее нашей компании, это все-таки должен выстраивать кто? Учредитель, генеральный директор, финансовый директор. Да, это вот такие вот люди, но никак не руководитель структурного подразделения, а уж не тем более сам подчиненный. Да, вот пристаем к каменщику, выстройка себе KPI. Но это будет немыслимо просто. Итак, как мы видим будущее нашей компании, это про миссию, это про видение. Все-таки оно должно быть описано. И с чего мы обычно начинаем, то, к чему мы привыкли, какой у нас первый вопрос, когда мы оцениваем любую компанию, это финансы, да, мы всегда про деньги. То есть, любой учредитель, когда он организовывает некое дело, он все-таки его организовывает не ради того, чтобы хобби у него какое-то было. По большей части он хочет какую-то финансовую выручку, он хочет денег. И на вопрос финанса как раз вопрос может быть таков. Каковы наши финансовые цели в отношении достижения нашего видения? То есть, я вижу компании такой-то, и что это в деньгах? Что это в объемах каких-то? Я хочу построить столько-то домов к этому времени, да, или мы должны там занять какую-то долю рынка, что? Или я должен увеличить по отношению к сегодняшнему дню прибыль компании на столько-то, на столько. Или если мы совет директоров какой-то компании, мы что говорим, мы хотим дивидендов больше. Сейчас у нас по тысяче рублей за акцию, а мы хотим, чтобы через 10 лет мы получали дивидендов по 2 тысячи. То есть, увеличить в 2 раза. То есть, некий финансовый результат. То есть, какая-то конкретная цифра. Дальше логично, что компания работает на внешнее окружение, ну, или на клиентов. И вот здесь следующий вопрос, который должен касаться, в каких показателях работы с клиентами мы должны преуспеть, чтобы достичь желаемых финансовых показателей. То есть, что такое мы должны предложить клиенту? Какая целевая аудитория наших клиентов? Для кого мы эти дома строим? Следующий вопрос логичен, если мы ориентируемся на внешнее окружение и на клиентов, кто они. Соответственно, чтобы это все сделать, это третий вопрос. Это внутренние процессы. Соответственно, в отношении каких, то есть, как нам внутренние процессы так выстроить, чтобы мы там преуспели, чтобы удовлетворить наших клиентов? Да, то есть, каким образом нам строить? Из чего нам строить, чтобы удовлетворить? То есть, если мы пишем себе, что мы хотим вырасти настолько-то, настолько-то. Наши клиенты, наша целевая аудитория, к примеру, это VIP-сегмент, да, вот это коттеджи, к примеру, да. То есть, мы же можем коттеджи строить, можем датчики какие-то строить, можем многоэтажные дома строить. Это же разный контекст, да, разные клиенты. Соответственно, что нам нужно внутри, какие процессы нам важны, из чего мы будем строить, да, вот все вот эти вопросы. Нужны ли нам какие-то подрядчики, либо у нас субподрядчики будут, или еще что-то, как мы будем это настраивать, да, для того, чтобы удовлетворить потребности этих клиентов. И четвертый – это персонал, это все, что касается обучения и роста. То есть, в завершении мы должны задать себе вопрос, что мы должны, как мы должны развивать наших людей, наших сотрудников, внутренние наши ресурсы, для того, чтобы мы смогли эти процессы сделать. Вот представьте, у вас сейчас, вы строите, например, дачи. То есть, у вас есть люди, которые мастера, ну, например, дачи из, вот, срубы сейчас продают, да, то есть, у нас люди, которые мастера по дереву, а вы ставите себе с точки зрения стратегии, вы хотите на рынок выйти там, где каменные дома строят. За что мы цепляемся сразу? То есть, мы нарисовали клиенты внешнее окружение, мы, например, поменять хотим. То есть, сегмент, мы понимаем, что это не тот сегмент, с рубленными домами, например, конкуренция высокая. Ну, как вариант, да, я не знаю, это я сейчас просто с потолка беру. Заводы, производящие кирпич, нам нужно внешнее окружение посмотреть, да, как мы это будем делать, да, и внутренние процессы. Что нам важно? Выстроить эти взаимоотношения с кирпичными заводами, да, что нам нужно с точки зрения персонала? Так нам надо нанять сейчас, если мы хотим через 5 лет там оказаться, то, наверное, нам не через 5 лет нужно нанимать персонала или их обучать, да, либо нанимать новых, либо, например, переучить старых, да, те, которые у нас могли по дереву работать, ну, научим их как с кирпичом работать. Нужно же описать это все. Маш, вот мне головой нет, да, может быть, кто-то не в состоянии, если он с деревом работает, с кирпичом работает. Но нужно в любом случае написать, вот с точки зрения уже планов тогда, что нужно сделать. Чувствуете, что уже сейчас мы несколько декомпозиций уже провели, да, вот когда вот по 4 пунктам уже более понятно вообще, куда движемся, да, и как, какие задачи ставить, например, HR-департаменту. Понятно? Да, нужно им найти этих людей, да, разыскать. Понятно, что нужно делать снабженцам, коммерческому директору коммерческой службы. Да, им нужно как-то взаимодействовать уже с заводами и так далее. Да, и вот когда это все структурировано, то есть первое дело, которое должен делать любой руководитель, сначала планирование. Ну никуда мы не крадемся. Ну почему мы постоянно бегаем в колесики без плана? Вот лишь бы побегать. Ну если цель похудеть, это, конечно, можно. Но если цель все-таки привести какой-то результат, то мы просто так не должны, конечно, бегать. Итак, как мы можем, область для анализа у нас получается, это финансы, то есть финансовое направление, где мы будем рассматривать эффективность компании с точки зрения отдачи на вложенный капитал. То есть учредители вложили некое количество денег, и, естественно, они хотят отдачи. И вот здесь мы можем привязать вот этот блок как раз отдачу. Клиенты – это удовлетворение потребностей, запросов, это полезность товаров, полезность услуг компании с точки зрения как раз конечных потребителей. А нужно ли это им? Может быть, это уже и не нужно никому. Внутренние бизнес-процессы, то есть как нам эффективно выстроить внутреннюю операционную эффективность, то есть каждый день как нам нужно работать, и что нам нужно изменить для того, чтобы наши клиенты были довольны. Конечные потребители, хоть это госслужба, так или иначе, то есть есть конечные потребители, например, граждане Российской Федерации, для них поставляется какой-то спектр государственных услуг. Я сейчас перевожу к моменту о том, что Владимир Владимирович приказал. То есть важно как раз понимать, здесь клиенты будут граждане. Можно все это описать, только нужно сначала описать все-таки, чего мы хотим достичь, а не снизу бежать. Ну и персонал – это какие мы системы развития персонала должны ввести, для того чтобы это стало возможным. То есть система менеджмента качества, да, может быть, систему ИСО нужно внедрять, да, может быть, систему управления проектами, если это проекты будут, какие модели компетенции нужно описывать, систему мотивации обязательно, управление человеческими ресурсами, то есть когда мы сжимаемся, когда мы, наоборот, расширяемся, и как нам повысить вот эту работоспособность и конкурентноспособность на рынке нашего персонала в том числе. То есть что нам нужно сделать с нашим брендом, да, для того, чтобы мы могли рекрутировать лучших специалистов, чтобы мы могли их удержать. Что мы должны сделать здесь? И как мы можем проанализировать, да, смотрите, каждая область анализа, она как раз содержит в себе ключевой вопрос, с которым она ассоциируется. То есть если финансы, то какая стратегия повлияет на финансовое состояние компании? То есть к чему мы должны двигаться, да, как мы должны выглядеть перед нашими клиентами, чтобы реализовать эту стратегию? Ну, некий портрет, да, компании. Какие процессы стратегически важны? То есть а что нам нужно сделать сейчас заранее? Может быть прописать? Некий регламент и сейчас прописать. Может быть они сейчас, вот здесь и сейчас, в конкретно взятый момент, еще и не нужны. Но на написание любого регламента требуется время. И это может шлифоваться, да, любой регламент. Вот мы пишем и понимаем, что в процессе тут нужно добавить, тут что-то поменять и так далее. Но нужно начать заранее над этим поработать, а не уже когда вот есть, и мы решаем вопрос. Получается, мы работаем как пожарники. У нас многие предприятия работают в состоянии пожара. Вот пожары давайте сейчас спасать. Вот пожар давайте кредит возьмем. Вот пожар, это все должно запланировано быть. Потому что и кредитные, и заемные средства, на них тоже наложенный капитал, так, чтобы он так аккумулировался, чтобы хватило и процентов заплатить, и еще и прибыль была. Да запросто. И многие компании пользуются заемным капиталом, потому что они все хорошо, они сбалансировали всю систему, они продумали заранее, что, например, кредит дают по 15%, а прокрутить мы весь процесс можем, да, с точки зрения денег, и на входе материалы, люди, да, все, что у нас входит в наше предприятие. И произведя что-то, на выходе мы получаем гораздо больше добавочную стоимость, чем эта плата за кредит. Так, тогда нужно это сделать. Логично? То есть мы в процесс тогда будем включать заемные средства в том числе. Это важно. Ну и, конечно, как мы будем поддерживать нашу способность к изменению и совершенствованию, чтобы реализовать эту стратегию. Как мы будем поддерживать персонал, чтобы они поддерживали, например, уровень качества, там, лояльности к клиентам, клиента ориентированности. Как мы это будем делать, да, какой шаг, что это такое, как мы это будем проверять потом, в конце концов. Взаимосвязи элементов как раз говорит о том, что стратегический процесс в любой компании, которая завершила процесс разработки, сначала реализуется сверху вниз. Вы сейчас увидели. Вот когда уже сверху все прорисовано, вот заметьте, 4 пункта. По-моему, самое простое, что можно сделать. Совершенно простая система, которую, если правильно сделать, то запутаться даже невозможно. Вот когда от нее идет потом расчет KPI, это те KPI, которые действительно будут мотивировать. И мы в курсе, кто придет обучаться, мы будем разрабатывать на определенных компаниях. Вы можете разработать это на образе своей компании. То есть действительно в курсе сесть и разработать сначала стратегию по всем, да, систему сбалансированных показателей из нее, а потом вывести полностью декомпозицию на структурные звенья, на конкретно взятых работников. То есть мы можем прям за пример взять какую-то вашу компанию, да. И здесь важно, мне не нужна там информация какая-то стратегическая, но с точки зрения там ценника, да, какого-то. Это все будет у вас. Вы сможете это описать и посмотреть, как действительно просто за два дня это все сделать. И не нужно нанимать консалтинговую компанию, которая возьмет какой-то базис. Я как раз противник того, чтобы брали KPI готовый. Часто сейчас продаются готовый KPI, например, для строительной компании. Вот внедряй, выбери сам и внедряй. Я противник этому. Любая компания – это как организм, живой организм, да, который требует индивидуального лечения. И вот эти вот общие… А давайте, представьте, когда мы приходим к врачу, да, и на нас не смотрят, как на индивидуум. Говорят, так, давление высокое, пей таблетку такую-то. А то, что у тебя там еще что-то, да, не смотрят. Это очень важно, чтобы это все-таки было лечение конкретно взятой компании, конкретно исходя из той ситуации, из той стратегии. Потому что у кого-то стратегия очень короткая. Я пример всегда привожу Олега Тинькова. Ну, все знают, да, бизнесмена. У него стратегия, он везде это транслирует, а у него очень краткосрочная стратегия. Он делает ноу-хау какой-то, да, придумывает. Ну, например, сейчас вот банк без, ну, такой виртуальный практически, да, то есть самих помещений банковских нет. Мы же люди привыкли, банк – это что-то концептуальное, что-то большое в центре Москвы, желательно на Красной площади, там, с большими дверями, с охранниками и так далее. А тут раз, и банк попадает в хороший рейтинг, да, ну, с точки зрения оборота. И при этом он не имеет никаких помещений. Ну, у него стратегия очень короткая. Тинькофф все свои бизнесы организовывает, доводит до определенной кондиции, продает. И это его стратегия, да, он точно так же это все сделал. Он, понимаешь, у меня вот такая стратегия, там, на пять лет или, там, на какой-то период жизни, да, и он персонал под это подбирает, он бизнес-процессорный под это подбирает, он полностью все, он, вот, вся, все окружение, оно очень четко выстроено. Тогда это будет результативно. То есть вы должны, а у кого-то это долгосрочный, наоборот, да, мы хотим, там, через 20 лет, а мы хотим бизнес такой организовать, что мы его могли передать детям своим, потом внукам, да, то есть мы его на года выстраиваем, и он будет другой, и кипяй будет у людей другие. Поэтому вот, ну, нет такой единого формата, какого-то шаблона, вот вам кипяй, сейчас раздам, и каждый себе там выберет, что вы хотите. В корне неправильно. Все равно, что взять перечень всех лекарственных средств, вот выберите, что вам там нравится, какое название, вот такое и берите. Поможет, не поможет, неизвестно. Ну, и, конечно, на первом этапе, на основе видения именно высшего менеджмента, который отображает, ну, конечно, должно отображать, интересы акционеров, определяются финансовые цели и ориентиры, а уже далее организовывается группа проблем, который и будет связан с потребителями, с разработкой мер по улучшению восприятия клиентом продукции и услуг компании, которые вы делаете. И после того, как все эти цели обозначены, начинается поиск необходимых средств для их достижения. Вот только потом возникает кипяй. И как мы, что мы дальше с этим делаем, да, мы определяем мероприятия, которые помогут нам усовершенствовать внутренние бизнес-процессы, может быть, это новая разработка новой продукции, может быть, это повышение качества обслуживания, повышение производительности и так далее. То есть мы должны сделать нечто другое, если мы ждем другого результата. И так же, как и проекции, которые мы рассматривали, цели, между целями тоже существует причинно-следственная связь. Ну, давайте просто пример с вами разберем. Задачу нам учредители поставили, нам как топ-менеджерскому составу, рост дохода на 30%. И каким образом мы это можем решить? Ну, мы можем как минимум увеличить маржу. Маржа – это разница. Ну, как я сейчас гипотетическую компанию беру, разница, например, между куплей и продажей. Да, то есть вот эта вот разница. Увеличили маржу на 30%, накручивать стали, грубо говоря, накручивать стали больше, вот тебе и рост будет. Но при этом важно диверсифицировать клиентскую базу. А потянут ли у нас вообще все? Если мы удорожаем наши продукты, которые, например, продаем, у нас клиенты-то останутся. То есть если мы пойдем таким простым путем, а давай просто на ценник накрутим, и, соответственно, вот у нас увеличится прибыль. Надо всегда думать об этом. И если мы понимаем, что не факт, нужно понимать тогда, какие прибыльные наши сегменты. То есть где мы можем сделать вот эту, диверсифицировать базу, что у нас продается, что у нас за клиенты, да, какая целевая эта аудитория. То есть нам либо менять, например, если это магазин, менять местоположение, может быть, придется. То есть мы у нас внутри микрорайона какого-нибудь, да, внутри района, далеко от метро, и нет никаких подъездных путей, а мы хотим, чтобы у нас там только ВИПы приезжали. Вряд ли, да. То есть мы должны все-таки четко осознавать, можем ли мы это сделать. Что мы можем еще сделать? Мы можем привлечь новых клиентов. Как увеличить прибыль? Новых клиентов. Больше, чтобы было клиентов, да. Практически любая компания говорит, да мы можем развиваться, если у нас вот сейчас там, не знаю, 10 тысяч клиентов, если у нас будет 30 тысяч, мы, соответственно, увеличим. Как это сделать? Мы можем пойти путем, что увеличиваем продажи существующим клиентам. То есть уже вот есть, мы, например, говорим нашим продажникам, что они обязаны делать кросс-продажи. Ну, то есть они продавали там две какие-то единицы какого-то продукта. Соответственно, пусть продают еще что-то. Но для этого нам нужно тогда разработать этот продукт. Видите, в процессы сразу утыкаемся. А есть ли у нас еще что-то? Может, нам нужно закупить что-то для того, чтобы продавать, да, этим же клиентам. То есть на этой же клиентской базе, например, мы не можем поменять местоположение магазина. Ну, вот, есть у нас все. Вариантов других у нас нет. Мы не можем увеличить просто ценник, потому что ходить перестанут к нам. Но мы можем, например, увеличить ассортимент. Можем. Или добавить некую услугу плюсом. Ну, посмотрите, как добавляют услугу некая компания, которая продает шубы. Не помню уже сейчас название. Естественно, для них сейчас не сезон. Вот, скоро леток тоже шубы покупают. У нас в России с Аней летом редко готовят. Они запустили, то есть то, что мне бросилось в глаза, не будут же работать только. Зимой работаем, а летом отдыхаем. Всех в отпуск отправлять, да. Стратегия у компании несколько другая. Они запустили, что теперь вы можете шубу на хранение принести. Многие же меха дорогие. Если их дома хранить, там может быть риск моли, да, там негде ее вообще, например, хранить. А они хранят в холодильниках. То есть у них есть специальные, то есть они начали расширять, чтобы на тех же самых клиентах, то есть вот все, ну, поскольку я там покупала шубу, вот они мне прислали, что есть вот такое вот хранение шубы. Плюс химчистка, да, там и пальто можно чистить, там и то-то-то. То есть какие-то еще плюсы, и тем самым на тех же самых клиентах фактически они не продают товар, они продают сейчас услугу, да, вот некую. Точно так же шиномонтаж. Каждый раз вопрос стоит, а где хранить эту резину? У меня диаметр не маленький, и вот даже на балкон проблематично это все. Ну и тем более все равно этот запах резины остается. То есть плюсом шиномонтаж всегда, например, сейчас многие используют, будет хранение резины. Ну, естественно, я поеду сам шиномонтаж делать куда? Где я буду хранить резину? Я никак не наоборот, где-то поменяю, потом еще буду вести. Удобнее же сразу, здесь и сейчас. Ну, и для того, чтобы увеличить продажи существующим клиентам, нам, возможно, нужно просто оптимизировать какой-то производственный процесс. К примеру, у нас завести еще колл-центр, который будет обзванивать существующих клиентов, то есть нам нужно ввести новых людей, да, в бизнес-процесс, которые будут обзванивать клиентов и предлагать им какие-то еще продукты, да, то есть либо это разработка сайта, который будет автоматически клиентом, то есть нам некий процесс нужно тогда изменить для того, чтобы это сделать. Ну, может быть, кстати, сокращение затрат, это тоже как вариант, да, добиться прибыли, и это может быть как раз снизить зависимость от единственного источника, например, от единственного поставщика, то есть найти еще каких-то поставщиков с точки зрения внешнего окружения, и это сразу же нам даст какой-то коэффициент прибыли, да, увеличение прибыли. Ну, и, конечно, все, что касается людей, чтобы привлечь новых клиентов и оптимизировать производственный процесс, мы должны понимать, что у нас должен быть персонал, и желательно снизить текучку кадров, этот вопрос стоит у всех, потому что, если у нас высокая текучка кадров, сможем ли мы разработать новый продукт? Вряд ли. Тут на любой новый продукт, особенно если это производственный процесс, требуется время, требуются умы, которые будут методично продумывать, делать исследования, да, какой продукт, например, станет наилучшим на рынке. Оптимизировать производственный процесс, тем более нам нужны люди верные, которые будут планомерно отрабатывать, что работает, что не работает. Ну, и как мы это можем сделать? Нам нужно поддержать уровень удовлетворенных сотрудников, то есть тех, кто уже хорошо работает, нам их нужно как-то поддержать, да, сохранить их, и разработать долгосрочную программу карьерного роста, потому что это бьется, ведь это же все в долгосрок, это же моментально ты не сделаешь, ты не сделаешь моментально, не поменяешь производственный цикл, если ты производишь что-то. Так или иначе, тебе потребуется время. И поэтому, когда ты описываешь, да, вот служба, HR-служба, описываешь долгосрочную программу карьерного роста, сюда будут входить и обучение персонала, и переквалификация персонала, найм персонала, да, может быть, для кого-то с точки зрения стратегии, например, вот Росатом, они же охотятся за своими потенциальными работниками еще с девятого класса, то есть будучи учениками девятого класса, если это люди, дети, подростки, которые прекрасно как-то себя проявляют в тех науках, которые нужны, то и Росатом, Роскосмос, кстати, такая же ситуация, потому что у них с точки зрения стратегии некому передавать опыт, они не могут сейчас очень быстро, долгосрочную как-то оптимизировать производственный процесс, потому что большинство сотрудников в этих компаниях, ну это в НИИ когда работали, в советские времена, какой был огромный, колоссальный отток, был таких вот головастых наших студентов за границу, и сейчас получается во всех этих компаниях есть люди, которые, инженерные профессии, которым там за 70 глубоко, и вот только-только, которые вот только оперились, можно сказать, с института, вообще нет среднего вот этого звена, как, если они не пропишут эту стратегию, не прописали ее раньше, что уже, кстати, сделано, и сейчас уже это все происходит, я была на конференции HR, и Росатом как раз говорил, вместе с институтом стали и сплавов, то есть ректор вышел и сказал, что те слушатели, те абитуриенты, которые придут с определенным количеством баллов, ну, высокий балл, но при этом он обозначил цифру, если они придут учиться в этот университет, институт, то помимо всего прочего, у них разом дадут 280 тысяч наличных денег. Вот представляете, там какой-то, ну, я предполагаю, парень, да, вот, который хорошо понимает физики, там, в химии, да, в математике, вот такие вот прикладные науки, и он в 18 лет получает сразу такую сумму, просто за то, что он отлично учится, да, и он выбрал вот именно такую стезю. Это же важно, и это же заранее все прописывалось, это же касается потом назад, да, если мы сейчас сделаем от персонала, посмотрите, как это будет касаться финансов в том числе, потому что если они сейчас этого не сделают, то дальше вообще непонятно, как они будут работать. Люди же смертные, мы же не можем, у нас сотрудники стареют, выходят на пенсию, да, и кто будет работать. И вот цели, показатели результативности, KPI, да, какие они могут быть? Они, во-первых, прежде чем какие могут быть, они позволяют отслеживать как раз реализацию стратегии и корректировать в соответствии с изменяющими условиями. Систему KPI, вообще сами, вернее, даже не система, а показатели KPI, их нужно даже менять периодично. В кризис меняются как минимум раз в квартал. В стабильные времена, хотя бы там раз в год, их тоже пересматривают, смотрят, насколько это соответствует той стратегии, которую хотят, которую хотят прийти руководители. Обеспечивают как раз основу для планирования и оценки исполнения бюджета. Вы знаете, там, где есть внедренная система сбалансированных показателей и как следствие система KPI, действительно эффективность труда гораздо выше. Все прозрачно. Каждый понимает, что нужно делать и как это приведет компанию к какому результату. Все очень взаимосвязано. Ну и, конечно, эти показатели могут быть разными. Для кого-то это будет ежеквартальный, для кого-то это только ежегодно. Например, длинный какой-то проект, да, и мы не можем так вот прям совсем разделить. А для некоторых KPI будет ежедневный. Ну, например, если короткий цикл, ну, берем продажи, там короткий цикл. Да, есть же продажи разные, есть короткий цикл, есть длинный. То можно KPI выставить ежедневный. А для проектных групп, да, например, там ежеквартальный, а для кого-то только раз в год. Разный может быть все, любой KPI, просто чтобы вы запомнили, любой KPI привязывается к процессу. Никак не по-другому. Вот какой процесс, потому что часто вопросы дают, а как KPI? Как KPI? Ну, вот вам как примеры, какие могут быть KPI, причем и для топ-менеджерского состава. То есть какие-то для линейных сотрудников, какие-то только для топов. Ну, например, финансовые индикаторы. Это может быть совокупный актив, то есть мы по активам можем посчитать. Может быть активы, деленные на сотрудника, соотношение активов на сотрудника. Может быть доходы по отношению к сотруднику или по отношению к совокупным активам. Может быть доходы именно от новых продуктов клиентов. То есть есть компании, которые, например, в стратегию себе внедряют, что все, То, что они сейчас производят, должно быть, ну, например, там на 70%, что производит компания сейчас, должно быть разработка последних трех лет. То есть 70% производимой продукции должна быть новая. И это можно поставить в KPI. Совершенно спокойно. Ну и коэффициент прибыли, например, тоже в том числе. То есть отталкиваемся от какой-то цифры, да, и там в процентах это тоже может быть. Индикаторы по клиентам какие могут быть? Это просто количество клиентов. Мы можем поставить себе в KPI, ну, например, там отделу продаж коммерческой службы, что клиентов должно быть столько, просто количество. То есть если мы заточили, у нас по стратегии нам важно новые, приобретение новых клиентов, совершенно спокойно мы в KPI ставим приобретение новых клиентов. В день, в ночь, да, в неделю, в месяц, ну, в какой-то период времени. Долю рынка. Конечно, долю рынка мы ставим не сколько для линейных сотрудников, а все-таки для топов. И это уже оттуда, где композиция происходит, а что нужно сделать, ну, по отношению, например, к клиентам. То есть доля рынка, она почем может быть? Может быть, по количеству клиентов, может быть, по объемам, да, то есть в зависимости по объему производства, например, да, там, или еще по каким-то критериям. Средний оборот, например, на клиента тоже в отделе продаж мы совершенно спокойно можем, да, сориентировать, да, к рост продажи. Среднее время, которое было затрачено на взаимодействиях с клиентом, там, индекс лояльности клиентов, индекс удовлетворенности. Заметьте, везде это циферные показатели, то, что мы можем померить. Огромное количество, то есть по каждому из этих критериев есть опросники, например, то есть если это не совсем финансовый сектор, да, вот, индекс лояльности клиентов, как его померить. По процессам, опять же, ну, вот, своевременная доставка, о наболевшем, что говорится. Сейчас век высокой конкуренции, мы точно должны понимать, что ничего так не огорчает, чем несоответствие ожидаемого и то, что приходит, да, например, нам сказали, что нам доставка будет завтра, и везде написано, декларируется, а нам поставили через, там, неделю. А мы, например, хотели это заказать, там, завтра на день рождения кому-то что-то подарить. Важно понимать, что один недовольный клиент вводит 100 потенциальных, а один довольный клиент вводит 10. Это важно понимать, и где-то вот в индикаторах процессов даже специально заводить. Вот заметили, крупные банки, у всех сейчас банков есть такая обратная связь по клиентам. То есть заходишь в Сбербанк, видели, у них такое табло висит, и такие смайлики, да, хорошо тебя обслужили или плохо обслужили. В многофункциональный центр вот только была, там тоже висит три смайлика, такая улыбочка, что все хорошо, такая средненькая и что вот не очень хорошо. И тут сразу нажимаешь. Это тоже критерий. И, кстати говоря, вот действительно, на что ты смотришь, вот какие-то показатели ставишь, и это тогда изменяется. Вот на что смотришь, это меняется. Вот смотришь на скорость, вот представьте, вы все за рулем, и ты смотришь на аспидометр, смотришь, какая скорость. И ты же ее можешь поменять, да, ты же ее видишь, и ты видишь, вниз скорость или вверх скорость, или она такая же, да, что происходит. То есть важно вот эти измерители обязательно ввести, только тогда это будет меняться. Если вы их никак не измеряете, то это меняться точно не будет, если вы просто декларируете. Мы клиент-ориентированная компания, у нас миссия такая. Спрашиваю, как вы меряете это? Ну, то есть от чего отталкиваетесь? От нуля у вас уже была какая-то клиент-ориентированность? А как это? Это про что? Огромное количество вопросов, которые топ-менеджерский состав почему-то себе не задает. Ну вот жалобы у нас уменьшились. По отношению к чему? Да, ну, например, если не было клиентов, там, или их очень мало, жалоб, естественно, будет меньше. А если вы развились настолько, что у вас клиентов огромное количество, на не априори, просто по закону больших чисел у вас будут появляться жалобы, это нормально будет. Потому что процессы для этого и существуют, их нужно будет отлаживать. Там, улучшение производительности, видите, ну, не буду все перечислять, я думаю, все прочитали. Это прямые контакты с клиентами, стоимость административных ошибок. То есть все, что угодно, огромное количество, это будет, опять же, все, что необходимо именно вам, вашей компании. И индикаторы обучения и роста, это, например, текучесть кадров. Это время на обучение, количество времени, сколько у вас в среднем человек учится. Среднее время отсутствия, например. Да, вот заметьте, сейчас по этому последнему блоку очень легко вычесть, например, те же KPI, как и какие шаги можно сделать с точки зрения системы мотивации. Вот часто говорят, что есть соцпакет, ДМС, мы его включили в систему мотивации, кто-то в KPI это вводит, да, то есть если ты там достиг каких-то результатов, у тебя будет ДМС. Или у тебя будет фитнес-зал. А нужно посмотреть, среднее время отсутствия, да, вот меняется от этого или не меняется. Ходят ли люди на самом деле в тот фитнес. То есть мы их посылаем в фитнес-зал для того, чтобы они меньше болели, как средство против стресса, а при этом туда никто не ходит. И мы тратим колоссальное количество денег на эту систему мотивации, которая никак не работает. Сидим, руки разводим, говорим, почему? Мы же деньги тратим. Что-то здесь не так. На руководителей средних заведений нападаем, ты плохо мотивируешь, мы тебе даем инструменты. Да не те инструменты просто. Важно. Затраты на обучение на человека, индекс удовлетворенности сотрудников тоже. Есть целые системы, как это рассчитывается, и все в рамках, вот, бесплатно, совершенно в интернете можете это даже взять, все эти индексы. Итак, важно. Вот этот баланс в концепции системы сбалансированных показателей, что он имеет многоплановый характер. Он охватывает как раз вот эти связи между финансовыми и нефинансовыми показателями. Стратегией и оперативным управлением, да, это важно. Стратегия – это надолго, там, 5-10 лет. Операционное управление – это месяц, квартал, год. Да, вот с этой точки зрения говорим. То есть это взаимосвязь между прошлым и будущим, между внутренними и внешними аспектами деятельности предприятия. То есть вот он баланс. Негармонично развивается компания, негармонично в ней себя чувствуешь, негармонично приходят деньги. Не настолько это все предсказуемо. И, вы знаете, часто концепцию системы сбалансированных показателей неправильно понимают. И понимают ее как только средства группировки ключевых показателей. Вот, система сбалансированных показателей – это KPI. Сейчас вот мы… Вы нам дайте KPI и все. Не хотим думать. Какая стратегия? Зачем вы к нам пристаете с этой стратегией? Вот дайте нам KPI. Я это слышала неоднократно. Поэтому курс разработка и внедрения системы сбалансированных показателей и KPI такой выстраданный, потому что каждый раз на курсе по руководителю структурного подразделения мне эти вопросы задают. Действительно такая наболевшая тема. И вот важно, что показатели, конечно, являются важной частью системы, но они не отражают полностью ее суть. И в рамках системы сбалансированных показателей необходимо различать показатели, которые измеряют достигнутые результаты, и показатели, которые отражают процессы, благодаря которым эти результаты достигли. То есть есть результаты и есть процессы. И вот эти обе категории, они должны быть увязаны друг с другом. На практике почему-то обычно фокусируются только на показателях результатов. Вот какой результат? Вот как? Мне не важно, как процесс. Мне важен результат. С точки зрения менеджмента это как минимум недальновидно, так говорить. Люди сами не бегут, не учатся. Многие же в России у нас вообще считают, что я закончил, например, высшее образование получил, и этого более чем достаточно. И не важно, что образование совсем не по той профессии, в которой я работала. Поэтому система сбалансированных показателей дает возможность руководителям сделать стратегию компании с набором показателей. Индивидуально, которые будут разработаны для различных уровней управления, они будут связаны с собой, и они будут сбалансированы. И это очень важно. Никому не хочется ездить на сбалансированных колесах. Да, сори, к вечеру начинаю заикаться уже. Да, то есть всегда, когда мы меняем резину, мы все-таки балансируем ее для того, чтобы дальше идти, ехать, вернее, более комфортно. Итак, что важно. Если вы вдруг решите внедрять систему сбалансированных показателей, я надеюсь, что после сегодняшнего семинара такое желание появится, потому что это действительно, поверьте мне, очень эффективно, гораздо проще управлять. Если ты действительно управляешь, то есть у тебя в твоей машине появляется руль и педальки, а не просто ты сел в машину управления, а руля у тебя нет. Вот как-нибудь, подгоняя там всех, вы меня толкайте, толкайте, я как-нибудь поеду. Туда ли ты поедешь, непонятно. Это означает действительно широкую перестройку всего процесса корпоративной стратегии. У тебя должны быть готовы к тому, что перестроить придется все. И, во-первых, построение системы сбалансированных показателей – это процесс, который разработан в основном не на разработку стратегии, а на ее реализацию. То есть все-таки стратегия у вас уже должна быть. Во-вторых, новую концепцию надо рассматривать не сколько как систему показателей, сколько как систему управления. Показатели сделать не вопрос, да, это делается достаточно быстро. Важно сделать еще потом систему, чтобы вы научили свой персонал контролировать это, изменять. Ну, что придумали. КПА, например, раз в год у нас годовой КПА. И если вы не будете этим никак управлять на еженедельной основе, ежедневной основе, можно прийти к концу года, не выполнив КПА, и просто развести руками. Не смогла я. Что с этим делать? И потом говорят, мы не смогли внедрить систему КПА, не работает она у нас. Вот у всех работает, а у нас не работает. Не до конца. Ну, понимаешь, система, да, то есть должно быть. Планирование, организация, мотивация и контроль. Цикл должен быть завершен. Если вы никак не контролируете это, и у вас нет системы контроля потом за КПА, и не просто так, сделан или не сделан. А ведь любой подчиненный, у которого есть уже КПА, с ним должен коммуницировать его непосредственно руководитель. И он должен ориентироваться на КПА, как на некий вектор, да, куда движется компания. И прийти и сказать, да, давай посмотрим, что у тебя, как у тебя с КПА, да, насколько ты в плане идешь. Если идешь в плане, молодец. Если не идешь ни в плане, то не просто говорить, иди и делай. Опять же, наплевав на процесс. Может быть, не реалистично что-то, может быть, мы как-то что-то нужно менять, окружающая среда поменялась, это не реалистично. Либо человек, например, недоучен. А поговорить с ним и сказать, уважаемый, а что нужно сделать? Давай поразберем причину, что нужно, какие другие шаги нужно сделать для того, чтобы ты смог это сделать. Возможно, что-то мешает. Знаете, гаечку чуть-чуть подкрутить, может быть, где-то нужно, и все пойдет, и все будет хорошо. Но нужно же разобраться, где эту гаечку подкрутить. Вот она система, да, рассматриваем это все-таки на больших показателях. И система, нацеленная на успех, она должна начинаться с признания того факта, что это не проект из области меры весов. То есть вот я и рассчитал, у нас есть KPI, и давай это все. Просто вот меры, и вот мы вешаем, и все. И никакого взаимодействия. Это все-таки проект, который подразумевает за собой изменения. По-любому, внедряя систему сбалансированных показателей и, как следствие, KPI, вам придется меняться. То есть если вы не готовы меняться, уж простите, я повторю ту фразу, делать одно и то же, ждать другого результата, это вряд ли получится. Все-таки если хотим другого результата, нам придется меняться. Итак, давайте подведем итог некий такой промежуточный внедрения. Система сбалансированных показателей, что может двигаться, да, целью являться? Это достижение общего понимания согласия относительно стратегии. То есть когда у тебя и генеральный директор, и каменщик понимает, чего вы хотите достичь. То есть в какой компании он работает. Это архиважно. Это концентрация усилий, потому что вы четко, внедряя эту систему, и, соответственно, выставив показатели KPI, вам очень четко, вы понимаете, мы ориентируемся сейчас на новых клиентов, да, или мы ориентируемся на новые какие-то услуги, да, на какие-то реализации. У нас точечно, мы не растекаемся по древу, мы четко, наш каждый сотрудник понимает, что ему нужно делать. Мы же понимаем, что если сейчас один человек, у нас дверь не откроет, ну, например, если она закрыта, а если мы сейчас вот все вместе тут взятые, кто находимся, так навалимся вместе на дверь, мы же ее легко выбьем. Мы достигнем результата. И здесь то же самое. KPI – это только способ фокусировки именно на том, что нужно компании. И ничего другое. Именно вашей компании. Естественно, это развитие лидерства, потому что вы транслируете как руководитель, что компания идет туда-то, туда-то, и мы движемся все вместе. Поэтому такие KPI… То есть не надо доказывать, не нужно будет продавать KPI. Ну, вот просто. Я не знаю, зачем мне это нужно. То есть любое внедрение – это определенный, вы должны быть готовы к определенной конфликтности. Люди привыкли как-то по-другому работать, вдруг что-то меняется. Многие же начинают говорить, что нет, мы всегда так делали, мы всю жизнь так делали, и все было хорошо. И будут против каких-то внедрений. Это распространение стратегии на всю компанию, это, естественно, обучение развития персонала, это постановка стратегических задач, это соотнесение планов с инвестициями. То есть насколько… То есть тоже важно понимать, если мы не инвестируем, да, учредители, например, не инвестируют, а рисуют такую стратегию, мы можем… И обратная тяга, да, когда посчитаем, говорим, коллеги, конечно, прекрасно все, что мы намечтали, но только без дополнительных инвестиций, например, вот, в переоборудование предприятия, либо там денег на то, чтобы мы наняли новый персонал, или более высококвалифицированный, мы стратегию не сделаем. То есть это тоже некая проверка, а не витает ли у мы в облаках, как топ-менеджерский состав, что вот это вот все, что мы напланировали, с теми ресурсами, которые у нас есть, с теми инвестициями, просто нереалистично. И это не голословно, понимаете, когда вы, например, если вы являетесь топ-менеджерским составом, просто придете и говорите, что это нереально, понимаете, это будут просто эмоции. А просчитав это все, да, вот просто даже вот апеллирую, что вот без этого не будет это, даже без цифр, понимаете, вот просто вот сейчас словами, описывая процессы, которые нужно ввести для того, чтобы достичь этой стратегии, будет понятно, движемся мы туда или не движемся. Может быть, движемся, но не так быстро, да, в зависимости от количества денег. Ну и, конечно, это как раз создание системы обратной связи, когда у нас что-то не получается, мы можем изменять, да, если кипяи какие-то не идут, снизу я уже говорю, мы можем влиять на определенные вот эти четыре сегмента, а что нам нужно еще для того, чтобы все-таки это состоялось. Да, полностью весь вот этот цикл. И тогда у нас создается новая система менеджмента. Это будет другая компания, даже если она сохранила то же самое название. И важно понимать, что кипяи – это часть системы контролинга. Это уже контроль, это уже показатели контроля, то есть система сбалансированных показателей, в которую входят, еще раз напомню, финансы, финансовый сектор, рынок, то есть внешние наши клиенты и внешняя среда, соответственно, процессы, то есть это внутреннее состояние. И персонал, то есть какой персонал, как мы его должны учить и так далее. Это все соотносится с системой оперативного контролинга. То есть когда мы это создали, у нас все это переходит в декомпозиции, вот это большое глобальное, на оперативную деятельность. То есть как это все восполнить. Точно так же это будет финансовая служба касаться, коммерческая служба, процессной операционной деятельности и HR-служба. И они взаимодействуют друг с другом. То есть это такой некий обмен постоянной информацией, потому что мы и меняем стратегии, это тоже может меняться, в зависимости от того, что у нас там происходит внутри. И только вот готов, у нас система показателей является, KPI – это стратегические показатели от системы сбалансированных показателей, оперативный контролинг – это показатели операционной деятельности. И вот уже на конкретно взятых людей мы делаем систему KPI. Вот что может быть показателями деятельности у этих людей? Какие есть варианты тех же KPI? Это может быть результативность чего-либо. То есть какой процесс, как определить, какие KPI? Ну, да все просто, действительно. Вот люди делают какие-то процессы. Явно, что эти процессы должны как-то биться с той стратегией, которую выбрала компания. И мы бьем на цифры, там, результативность или эффективность, или производительность, например, поменять, да, качество, сроки выполнения. Огромный, действительно, список. И исходя из этого уже выстраиваем вот эту систему KPI. И если говорить о разработке и внедрении системы показателей KPI, то это проект, причем проект для топ-менеджерского состава. Да, сначала у нас идет стратегия, когда мы формулируем миссию, видение, определяем эти стратегические цели. Затем мы разрабатываем систему KPI. И в курсе мы именно так и будем в такой последовательности делать. То есть разрабатываем показатели, какая методика будет измерений, формы отчетности, регламенты всех процессов. Дальше тестирование системы KPI. Ну, понятно, в курсе мы не сможем это оттестировать, мы только можем предположить. А так, кто внедряет, будет, естественно, проведение расчетов на финансовые модели. То есть мы будем смотреть, как это бьется. А то, знаете, можно KPI сделать и там всех премировать. Ну, премирование, например, завязать на KPI. А понимаем, что плохо рассчитали экономику, и компания будет в убытках, если будет выплачивать такую премию. Ну, то есть важно, что же это просчитать, протестировать. Примеры. Ну, например, как если бы все выполнили, ну, то есть как это тестируется. Вот сделали систему KPI, выстроили все, да, и потом берем и считаем по математике. Допустим, все люди сделали все свои KPI, то есть они все в плане. И мы привязали к этому премию. Опять же, циферный какой-то показатель. Считаем, сколько компания должна тогда выплатить. С налогами, со всеми сопутствующими, считаем всю экономику. И смотрим, это выгодно предприятию. Предприятию-то что-то останется? Или это будет просто работа ради работы? И вот когда KPI внедряют снизу вверх, очень часто получается, что персонал предполагает, что мне вот за это платят. Если я делаю, например, на 10% больше, то я хочу премию. И даже руководство, так вот, не считая экономику, говорит, ну, хорошо. А потом оказывается, что этот KPI и хорошо только этому сотруднику. А самой компании от этого только плохо. И казалось бы, человек, ну, как же так? Я же хорошо работаю, я же... Но не просчитана математика. То есть очень важно просто сесть и просчитать это. Ну и, конечно, уже дальше внедряется система KPI, разрабатываются инструкции, как применять именно к примированию, обучаем сотрудников, испытание системы в тестовом режиме. То есть дается обычно фокус-группа какая-то и смотрим, как это все происходит. И что важно? Все-таки в основе сбалансированной системы показателей есть пять ключевых принципов. Первый принцип – это руководство изменениями должно осуществляться в топ-менеджменте. То есть все идет с головы. Сверху вниз, а не наоборот. Второй принцип – это, что стратегия превращается в непрерывный процесс. То есть мы не останавливаемся. Должна быть причинно-следственная связь, всегда обратная связь, да? Что идет, что не идет, и как мы меняем эту стратегию. Третье – это вовлечение каждого сотрудника в реализацию стратегии через ежедневные функциональные обязанности. Четвертый пункт и ключевой принцип – это, что для того, чтобы реализовать стратегию, фирму нужно будет реорганизовывать. Если стратегия другая, то придется это все изменять. Ну и пятый принцип – это доведение стратегии до каждого члена команды. То есть каждый человек, он должен понимать, почему именно такие KPI, рассказать, да, продать ему, что вот если такой KPI ты делаешь, это приведет компанию там к тому-то, тому-то. То есть ценность выполнения работы человеку однозначно повысится мотивация. Я сейчас даже не говорю о материальной мотивации, то есть когда KPI к деньгам привязывают. А когда человек четко понимает, что вот то, что он закрутил очень хорошо гаечку, привело к тому, что там они на Формуле-1 заняли первое место, чтобы по дороге у пилота не отвалилось это колесо, вот он, вклад в команду, тогда действительно и мотивация персонала будет гораздо выше, чем до этого. Как-то не понимаешь, ну, докручу гаечку, не докручу, какая разница. Конечно, в команде Формула-1 их там мало, вроде как видно сразу, да, причинно-следственную связь. А если мы берем большое предприятие, это не видно. Подумаешь, у нас 10% брака. Не ошибается только тот, кто не работает. Ну, прекрасная поговорка, конечно, только как это приведет к идеальному такому предприятию, да, вот, ну, с точки зрения идеального, то есть, например, не 90%, то есть не 10% допустимого брака, а, например, 5%. Ну, мы хотим, например, брак уменьшить, да, вот, с этой точки зрения, да, для того, чтобы сдержек меньше было. Ведь брак – это что? Мы же продать его не сможем. Мы материал потратили, да. То есть многие же об этом не задумываются даже. Вот я сейчас говорю с точки зрения именно производственного цикла. Многие работники даже об этом не додумываются. Что? Ну, у нас же допустимо 10% брака. Давайте его и делать. План по браку давайте выполним. Как это так у нас 5% брака всего? Надо сделать 10. Срочно-срочно. Фокус внимания на браке просто. Все. На что фокус внимания делаем, то и получаем. И какие выводы могут быть, да, что система сбалансированных показателей позволяет устранить разрыв между разработкой стратегии и ее воплощением. То есть применяя эту систему, вы стратегию все-таки приведете к определенному процессу, да, в оперативную деятельность. И оперативно реагировать на изменения окружающей среды вы тоже сможете. То есть и все инновации, которые у вас происходят при внедренной системе сбалансированных показателей, тоже очень легко применить. Вы сможете оценить успешность проекта на стадии еще и возникновения. То есть просчитав просто всю систему сбалансированных показателей, вы поймете, а может быть нужно отказаться от конкретной стратегии, да, сейчас, да, какой-то ноу-хау, может быть, нововведение, потому что вы не сможете, например, у вас нет инвестиций, да, или нет еще целевой аудитории такой, нет таких клиентов, к примеру, в России, чтобы вот это вот покупать. Да, может же такое быть? Может. Ну и, естественно, оценить ту стратегию, которая у вас сейчас имеется и с которой вы сейчас работаете. И важно, что все-таки система сбалансированных показателей это всего лишь инструмент для воплощения идей, но не метод создания идей. Все-таки идея, сама стратегия должна быть уже в головах у топ-менеджерского состава. Хотя некоторых, я говорю, видела, что как только начинают познавать систему сбалансированных показателей и думать на эту тему, да, изучать, и стратегия появляется наконец-то. Бывает и наоборот. И что еще важно, что система сбалансированных показателей не позволяет, то есть, ну, предыдущий рассматриваю, что позволяет, не позволяет создать стратегию. Это однозначно. Стратегию сами создаете. Она только помогает внести порядок, да, то есть упорядочить, систематизировать вашу стратегию. Однозначно не позволяет, вы не сможете отказаться от традиционных инструментов в планировании контроля. То есть, подменить то, что у вас уже есть, это невозможно. То есть, это просто дополнение к тем инструментам, которые у вас есть. Ну, какие-то взаимоисключающие, потому что это будет схоже, например. Однозначно вам сохранить систему, та, которая у вас есть, неизменной не получится, если вы хотите ее внедрять. Никак. И внедрить данную идеологию в организацию с неадекватной корпоративной культурой тоже будет невозможно. То есть, все-таки топ-менеджерский состав должен адекватно понимать, что есть процессы, бизнес-процессы, есть причинно-следственная связь. Если они неадекватно оценивают, например, ту стратегию со всеми расчетами, все равно говорят, ничего не знаю, идите, делайте, кроме жуткой демотивации персонала, особенно если еще и KPI выставят, да, нереалистичные. Ну, написать мы можем, сделать сможем, не сможем. Конечно, тогда тут система сбылась показателей никак не поможет. Внедряй ее или не внедряй, то есть, ну, циферные показатели, они все-таки должны быть реалистичны. И вот на курсе разработка и внедрения систем показателей и KPI что мы будем проходить? Это однозначно стратегическое управление компании. Будем разрабатывать стратегию, будем тренироваться, разрабатывать стратегии, даже если вы не топ-менеджерский состав. Для своей у нас будет сквозная задача, мы будем для определенной компании придумывать стратегию. Естественно, это будет практика, да, будет часть, когда я буду говорить, как это сделать, и практиковаться. Мы будем измерять, дальше делать декомпозицию, ключевые показатели KPI, и разрабатывать, опять же, для компании такие KPI. мы будем каскадировать эти показатели на нижний управление, на все каналы, да, вниз, то есть сверху вниз, разрабатывать для ключевых подразделений, и, конечно, выстраивать мотивацию, причем и материальную мотивацию, и нематериальную мотивацию, ну, псевдо-нематериальную, у нас же как, например, ДМС, там, английский язык, обучение, вроде как нематериальная мотивация, ну, с точки зрения самому, человеку, но для предприятия, это материальная мотивация, он же деньги тратит, важно это, да, это повышение эффективности подразделений, как потом, вот цикл, помните, говорил, что если не будет контролинга за KPI, вот это отслеживание планомерное, то это все будет бесполезно, если мы только запланировали, потом ничего с этим не делаем. Я покажу вам инструмент встречи один на один, как это делается, причем этот инструмент используется как раз во всех компаниях, которые используют системы сбалансированных показателей, то есть я прямо покажу методологию, вы будете сами тренироваться друг с другом, прямо в парах, проводить встречи один на один для контролинга, да, вот что происходит с KPI, как провести эту встречу с вашим сотрудником, ну, с любым сотрудником, да, для того, чтобы очень четко давать обратную связь снизу вверх, да, и, соответственно, потом сверху вниз. Ну, и я буду рада вас увидеть на нашем курсе Центр Специалист и ответить на все вопросы, которые, возможно, могут быть и у вас сейчас. Я со всеми на сегодняшний момент прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин